Сценарий очень большого фильма. Я играю Алису Селезневу. Не пьем особо. Он нас бьет. Тихо ты, блин. Вы слабое звено. Аж у меня в жар бросило. Это ОК на связи. Я Константин Анисимов. И сегодня просто невероятный выпуск. Такого не было никогда. Ну, у меня, по крайней мере. Пять человек сразу же пришло сюда, в нашу студию. И это звезды. Суперзвезды. И люди, которые рождают звезд. Вот буквально так. Давайте я вас всех представлю, если вы еще не знакомы. Виктория Исакова. Александр Петров. Александр Андрющенко. Марк Эйдельштейн. И Дарья Верещагина. И все это здесь происходит, потому что 18 апреля выходит супер-мега-хит. Я его уже посмотрел. Сто лет тому вперед. Это, ну, сага, кино. Вот мне надо. Моя первая шутка. Мечте. Я открываю статистику. О мечте, ну, буквально нашего детства. Алисе Селезневой. Привет, ребята. Я рад вас всех здесь видеть. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Как вообще, не знаю, как нам удалось собрать все ваши графики, что вы здесь все оказались в этой студии рассказать о своем фильме? Мы подстроились. Кто всех согласовывал, кто всех подбивал? Лично Александр Андрющенко. Он нас бьет. Обожаю фильмы, построенные на крови. Мы отстаем. Мы отстаем. Вика ушла в отрыв сразу. Да, я просто... Нет, правда, Саша действительно очень серьезно подошел к делу. И каждому из нас позвонил, сказал, что это будет классно, это важно, это круто. Давайте все вместе придем. Давайте все вместе соберемся. И сделаем такой выпуск. Поэтому аплодисменты Александру за его талант и то, что все его любят, уважают. И, собственно говоря, все согласились, подстроились. И, ну, не все, вот есть... Кто не подстроился? Смотрите, все очень просто. На самом деле, меня никогда не зовут. Никакие передачи, как вы понимаете. Зак Мурунов не подстроился. Поэтому их зовут, а меня нет. Я звонил себе, говорю, ребят, давайте придем все вместе, и я здесь. Почему я сижу здесь, первый на стуле? Чтобы я в компании, ребят. Потом они все... Значит, закидывают туда, меня тегают, и у меня сразу... Не говори эти слова, нельзя. Запрещенные... В однокласснике. Господи, конечно, извините. Вот, поэтому это был шанс как-то мне заявить о себе. Поэтому я, правда, собирал всех, звонил, говорю. Ну, давайте так. Они, конечно же, очень хотели и сами сюда прийти, естественно. Они мне все... Я знаю, Саша в десятый раз давайте поздравим. Юбилейный? Юбилейный, Саша. Даже у Месси меньше золотых мечей, чем у себя приходов сюда. Поэтому есть чем гордиться. Каждый раз большим удовольствием. Спасибо огромное. Но страх же, наверное, был большой, волнение. Потому что покуситься на святое, на ремейк фильма, о которой все знают, книгу, которую мое поколение уж точно читало или как минимум знает. Ну и выйти делать такую работу, простите за каламбур, был шагом на тонкие ледца. Это вопрос или... Ну, каково это было пуститься вот в эту экранизацию? Смотрите, во-первых, это не ремейк. Вы меня остановите, потому что я привык... Да-да-да, давай. Все вопросы. Да-да. Давай, в чем отличие от хита 1984 года? Я так скажу. В чем совпадение? Да? Коля Герасимов по стечению обстоятельств отправляется в будущее на сто лет вперед, где знакомится с Алисой Селезневой. Вместе они снова перемещаются в настоящее, Коля Герасимова, спасаясь от космических пиратов. И они должны дать им бой, чтобы спасти Вселенную. Это примерно все совпадения с Кирой Балычевой и телефильмом «Гости из будущего» сняты по мотивам. Все остальное другое. Минимум три отличия, вот каких-то вот таких вот самых-самых вкусных. Ну, понятно, что... Ну, самое вкусное – это наличие, конечно же, мамы Алисы, которую исполнила Виктория Евгеньевна. О, это отдельный... Это самое вкусное отличие. Отдельный. Вот. Ну и, конечно, время действия другое. Это сегодняшний день, 2024 год, а не история про пионеров. Ну и, наверное, как вы успели заметить, возраст Коля и Алисы чуть-чуть поднялся. Ребят, а вы каждый для себя... Вы посмотрели тот фильм вообще? Конечно. Какие вы отличия от героев тех видите в своих? Да. В общем... На нас нет галстука. Это как минимум. Да. Да, пиджаков. Два. Да. А у них же школьная форма. Да. Точно. Там еще был кефир. Синяя, да? Не пьем особо. Молодцы. Молодцы. Кефир в плане. Видите, актеры нового поколения. Да. Что еще? Ну вот, а, короче, нам часто вот этот, ну вот, ну, мы часто разговариваем, да, вот об Кирбулучове, вот об этом произведении. Спрашивают, а Джим, в чем отличие? Странный вопрос, если надо посмотреть, в чем отличие этих. Ну такой, не, нормальный в плане, без предъявок. Это для заманухи. А, все, я понял. Но, короче, какая есть придумка? Позавчера родилась. В чем, короче, прикол? Это же шутка, шутка. Заготовлено сразу. Нет, это не совсем шутка, потому что если скажешь, что шутка, и будет не смешно, будет провал. Но так-то я о чем подумал? Ставки по этой. Что это же, типа, вот, как колесо сансары внутри искусства. То есть, получается, эти герои, поняли? Они, ну, живут через нас. То есть Кир Булучов со своими образами, героями, они живут через нас. То есть они, как бы, ну, не должны быть похожи. Они просто должны воплощаться, этот текст. Ну, в этом же прикол искусства, правильно? Чтобы образ был создан, а потом он в разное время воплощался. Вот. Нафига я это сказал? Саш, как тебе каталось на колесе сансары вместе с ребятами? У меня отдельное было колесо сансары. Я на нем, в общем, давно еду. У меня оно устраивает. Еще к Александру вопрос. Я буду с Сашей. Александр, уж позвольте так. Три года писался сценарий. Да. Почему так долго? Я знаю, что сценарии могут писаться быстрее. Могут. Можно вообще за месяц написать сценарий. Ну, что тебя постоянно не устраивало? Можно вообще не писать сценарий. Это так работа была? Можно вообще не писать. Это российский фильм. Некоторые не пишут. Нет, ну ладно уж. Это нормальный срок для такого фильма. Три года – это время, за которое можно написать сценарий очень большого фильма. То есть ты не переживал, что это какое-то, ну уж, уходит в долг... Нет, нет, я переживал только за то, чтобы он был хорошим. Потому что мне же надо было отправить ребятам. Ну, понятно, что Марк с Дашей, может быть, и не отказались бы. Хотя про это тоже есть отдельная история. Вот. Но чтобы Виктория Евгеньевна и Александр Андреевич пришли в кадр, им же нужен документ. Он же должен их как-то убеждать. Ну, я так думал. Потом я узнал, что все равно лишь бы их вкусно кормили там, и они классно проводили время. Все проще на самом деле. Да-да-да. Вряд ли там все это наматывают на ус уже. Нам запрещали пить куку-колу. Ну, конечно, если перестать смеяться, что довольно трудно... Почему-то... Это комедийная же передача? Да. Мы говорим, что да. Да. Вот. Если серьезно, это самое главное – иметь классный сценарий. и все, а дальше все приложится. Понятно вы. Попал в руки сценарий, классно, нашли свободные даты, приехали, загримировались, показали трюки, уехали... Нет, по-другому выглядит. Я там вообще под куполом цирка. Какой приехали, загримировались. Я просто... Ребята, я просто... Боже мой, столько сил потрачено на это. Я вот тренировалась, черт знает сколько. Да, мы... Пришел на съемочную площадку и сделал все то, что я полгода учила. Обалдел, честно говоря. Он ни разу не пришел. Прогуливал. Жестко. Виктория, у вас... Забыть, как меня зовут, я напомню. Нет-нет-нет, я хотел вас сравнить. Я хотел вас сравнить с Брюсом Ли, с Ликой Чаном, который выполняет... Понял, да? Я приготовилась. Который выполняет... Кто-то даже захотел похлопать. Какой-то вопрос был, не важно. Нет, вопрос был такой. Меня сравнивают с Брюсом Ли и с... Они подложат потом. А, да, аплодисменты. А аплодисменты, смех и оркестр у нас тоже будут. Так, сравнивайте. Вика, каково это быть Брюсом Ли во всей компании? Потому что трюки были фантастические. Да, это потрясающе, на самом деле, сложно. Я сейчас засерьезно. Нет-нет, давай. Все-все-все, да я согласен. Надо какую-то драматургию. Давайте, если что, буду... Сейчас мы чуть-чуть посерьезнее какое-то время. Ты жест... Время пошло. Вы слабое звено. Это вообще очень сложно, на самом деле. Я не ожидала, что это может быть так сложно. Это было бы классно, если бы ты вела эту программу у вас. А, я могу. У меня очки есть. Да-да-да. Я верну вас в русло в наше... Да, простите, Сергей Генн. Трюки. Как вы на это согласились? Очень сложно было. Я не... На самом деле, я не ожидала. Да и я не ожидал, когда увижу это. Нет, вы не ожидали, когда увидели, а я не ожидала, когда я пришла на съемочную площадку. Несмотря на то, что я тренировалась. Я думала, ну как бы я первый вот этот замах сделаю, а дальше уже там... Графика. Профессионалы. Да, профессионалы поработают. Но Саша говорил, не переставал нам говорить о том, что чем больше мы сделаем сами, тем проще ему будет монтировать, и тем это будет смотреться достовернее, что ли. И я, ну, много приходилось делать. Вот на первом дубле, мне кажется, в первом кадре я чуть не убила Александра Андреевича. Так и было. Сразу зацепила его куда-то занос. Испугалась я, страшно. Было несколько страшных моментов. А потом думала, потом говорила, я вообще... Будут ли у вас еще попытки уничтожить одного из лучших актеров в нашем времени? Конечно, мы примерно в каждом фильме пытались. Вот. Да, я кричал, что я хочу увидеть ваши чувства. Ну, в общем, это было сложно, но это было здорово, потому что когда ты что-то делаешь, что-то, что тебя заставляет преодолевать какие-то свои страхи, это, конечно, здорово. Отлично. А сколько вместе вы провели на съемочной площадке времени? Вместе с кем? Ну, вот своей бандой. Вообще сколько снимался? Ну, понятно, что отдельно там у каждого были свои съемочные дни. Снимался по времени или по сменам? По времени, по сменам. Мы снимали 4 месяца этот фильм в довольно комфортном графике, с большими паузами, потому что все время шло строительство больших декораций. И у нас между блоками съемочными, мы там, грубо говоря, 7-8 дней снимали, там могли 5 не снимать, потом 10 снимать, там 7 не снимать. Потому что очень сложные подготовки были к каждому блоку. В сумме было не так много съемочных дней, их было 56, если я не ошибаюсь. То есть это немного для такого. Мы снимали очень быстро. У вас полчаса фильм. Мы снимали очень быстро. И я должен сказать спасибо дорогим артистам, потому что они были супер готовы. Ну, мы прям быстро снимали. Мы все знали, мы репетировали. Ну, кроме Саши, естественно. Саша при этом приходил на площадку, при том, что мы снимали очень быстро, приходил Саша, садился так расслабленно в стул. И пока я что-то успел, он говорил, давайте снимать, ребята, давайте снимать. И все так быстро ускорялись. Вот, поэтому мы очень быстро сняли очень много кадров. Полторы тысячи кадров мы сняли за 56 смен. Это много. А у тебя было... Классных кадров, если вы видели, да? Сейчас же современный режиссер работает так, что снимается, тут же быстро на iPad что-то монтируется. Так же работа проходила вся. Ну, не на iPad, но хорошо, на нашем планшете «Ангара». Тут же монтировалась, тут же впервые случилось так, что мы сняли первый блог. Чуть-чуть, да, расскажу. Сейчас паузу какую-то. Очень много можно долго рассказывать. Вы меня тормозите. Значит, мы снимали первую смену. Смену мы снимали с Викторией Евгеньевной, с Константином Юрьевичем Хабенским и с Дашей. Первая смена, как обычно, как бы я не пытался этого избежать, в первую смену мы снимали финал фильма. Вот, выходят две героини, пережив все на крупный план. И играют. И я страшно, очень волновались. Хорошо, я хочу спросить, а что за день до этого вы делали, прежде чем сыграть финал вашего фильма? Я включила на будильник «Прекрасное далеко». А я летела в самолете. То есть вы прям такие... Вы из бизнес-класса, вы из подготовки серьезные. Поселили рядом со съемочной площадкой. Забрались из аэропорта и привезли... Я там тоже ночевал, да. И сразу же финал фильма надо работать. Да, да, да. Приехал Константин Юрьевич, я говорю, вы бежите. Вот задача такая, вы, Константин Юрьевич, бежите напротив Виктории Евгеньевны. Ну, это спойлер! Ладно. Это спойлер. Там была шутка смешная. Он говорит, это мы уже делали в фильмах Анны Меликян. Вот, все понятно. Не раз бегали на встречу друг другу. Была тяжелая смена, испортилась погода, застряли какие-то траки, все куда-то опять утонуло, кабло куда-то не протянулось. Короче, очень было тяжело. Да, волнительно. Пошел дождь, в конце уже было холодно. Самое прекрасное вообще. Мы сняли это, как-то Даша замерзла. Получилось очень классно. Все думают, что она так играет, что она подготовилась. На самом деле было ужасно холодно, ее все трясло, и это было очень классно в кадре. Вторая смена — отмена, потому что погода испортилась настолько, что второй съемочный день отменился. Ну, и это не очень приятно для старта фильма. Ты так настраиваешься, готовишься год. Три года писал сценарий. Три года пишешь сценарий, год готовишься, и вторая смена — это отмена. Вот. Я поехал в монтажку расстроенный, взял материал, сел, думаю, как-то себя успокоить. Дома сидеть не могу. Стал собирать. Собрал сцену. Получилось классно. Пришел, показал. Всем понравилось. Все такие, о, какое кино мы снимаем. А еще, я говорю, все там, все было очень плохо в первый день организационно. Мы еще там все встретились, дали друг другу обставленную связь, наставление, да, всей съемочной группе, чтобы так больше не было. Вот. И вдруг я понял, что показывать. Потом мы сняли второй блог, очень классный уже с ребятами, с Юрой, Борисовым, с Сашей. Марк пришел, он отдельно расскажет про то, как он первый съемочный день снимался. Я просто слышал, это очень увлекательная история. Ой, да. Вот. Короче, к чему я? Мы собрали, мы сняли еще три съемочных дня, еще четыре, и я стал монтировать блоками кино, потому что оно монтировалось очень здорово. И вдруг мы стали показывать его всем. Я собрал на съемочной площадке группу в какой-то момент в обед и говорю, давайте посмотрим 15 минут фильма, мы классно собрали. Посмотрели все такие, вау. Ну, кроме Даши. Ей не нравилось ничего, я помню. Мне все нравилось. Хорошо, но ты говорила иначе. Не знаю. Ты волновалась, ты говорила, а я что, хорошо играю или нет? Вот. Ну, потому что все играли, а я не... И поэтому, на самом деле, это не то, чтобы там современные режиссеры, а просто вот было классно. Потом уже, мне кажется, любой артист мог подойти на съемочной площадке, посмотреть какие-то сцены. Мы очень кайфовали от того, что мы снимаем. Да. Я понимаю, что это звучит как анекдот. Смеяли, как это, снимали, хохотали, проявили, офигели, да. Вот. Но тут не так получилось. Мы как-то с огромным удовольствием снимали кино, очень здорово проводили время. Вообще-то было лучшее время, ну, в моей жизни профессиональной точно. А вот. Я у Марка хочу спросить, который пока Киллиана Мёрфи косплеит, сидит на этом интервью, и... А что он делал? Почему? Ровно что и ты. Я понял. Ровно что и ты. Скажи, пожалуйста, я вот хочу проверить, насколько ты следил за тем, как кто работает на съемочной площадке, передвигался. У меня есть такие простые вопросы по поводу взаимодействия каждого из вас и как люди жили. Сколько чашек кофе за один день выпивал Александр Андрющенко? Стоп, Саня что, кофе пьет? Я только его и пью. А, да, много, много. Много. Примерно. А, так он на плейбеке пил. Это понятно. Американо без сахара. Восемь. Показывает семь. Ну, такой он обманывает. А вы показываете, да, что я показываю? Я вижу, я вижу, и я как третейский судья здесь все. Кстати, от трех до шести чашек кофе в день доказано, снижают риск болезни Альцгеймера, если что. Ну, семь я не знаю, не читал. Да я и не добирался до такой суммы. Даш, тебе. Что всегда брала на съемки Виктория Исакова? Авокадо. Тихо ты, блин. Так, а теперь громче. Бутерброды с авокадо. Ну, она меня кормила, и Вика меня кормила. А меня не кормила. У меня была привилегия. Поэтому лучше запомнил. А я в какой-то момент подошел и говорю, Вик, а можно попробовать? Я сам авокадо не люблю, просто было интересно покоммуницировать с Викторией. Я к ней подхожу и говорю, Виктория, простите, а можно попробовать ваш бутерброд? Нет, это только для Даши. Вот так вот было. Я тогда, ну, зажался и весь день съемочный провалил. Я тебе дала укусить. Вружка. Ну, похоже, нет, была такая. Что-то похожее было. Ну, что-то такое. Вот из таких историй, когда потом у вас будет армия фанатов, и они будут тебе присылать все бутерброды с авокадо, ты в какой-то момент скажешь, хватит, довольна. Я не люблю авокадо. Викторию люблю. И Даши. Виктория, а откуда они появлялись из авокадо? Это какой-то райдер ваш отдельный или вы ходили отдельно в магазинчик, решали, что у вас будет пикничок такой во время съемочного процесса? Вообще, на самом деле, конечно, вот эти съемки, это, ой, так потом хочется вернуться обратно, когда за тобой так ухаживают. Просто есть, на съемочной площадке есть кетеринг. Ну, как это кетеринг называется? Кинокормово обычно называют. Да, где, значит, ну, там были запрещенные вещи, чтобы мы не толстели. Там нельзя было, по-моему, шоколад, да, вам есть что-то? Да, там сладкое продюсеры вообще запретили. Запрещали, чтобы кожа выглядела хорошо, чтобы не, в общем, было жестко достаточно. Не всем, не у всех. Я, значит, постоянно, я хочу есть, ну, как бы, когда ты сидишь, ты хочешь что-то есть. И мне делали, я говорила, сделайте мне что-то полезное. И первый раз мне сделали бутерброды с авокадо на каком-то хлебе полезном. И это было так вкусно. И дальше я приходила, и первое, что мне приносили, да, бутерброды с авокадо, с лососем. А, и вода с лимоном. И вода с лимоном. Этому научила меня Виктория. Надо срочно писать сиквел. Поэтому, Саш, давай быстрее, пожалуйста. Это будет, наверное, финальным вопросом нашей беседы. Саш, тебе вопрос. Сколько времени на укладку тратил Марк? Ну, и люди, которые готовили его к кадру. Да как-то вот, не знаю, очень быстро. Не у меня прошло. Он так просыпался. И заходил в кадр. В кадр и ехал сразу. Поэтому, что вызывало у меня невероятное чувство и зависти, и так далее. Потому что ты сидишь почему-то, я сидел на гриме там два с половиной часа. И я сидела, черт за чем. Да, а Марк сидел, ну, пять минут или семь. Это возраст, Сань. Зачем? Зачем, Виктория Евгеньевна? Мы пошли в этот огород. Зачем мы там сейчас находимся? Ты заслужил то, что тебя очень хотят долго гримировать. Нет, у меня сложнее было, конечно. А это тык-тык-тык. Да-да-да, мы поговорим еще отдельно про свой грим. Там и пластика, и там шрамы, и прическа, и так далее. И всякая эта история. У Юры Борисова вообще там шесть часов гримировали. Да, бедный Юр, по-моему, дольше всех. Он в этом плане мазакистов, мне кажется, он получал удовольствие от этого. Мне кажется, режиссер больше всего получает удовольствие от того, что он долго где-то там гримировал актера. Да, мы однажды проходим, по-моему, с Дашей мы проходили, это был финал смены, и мы проходили мимо фургончика, где обычно гримировали Юру. То есть нас все гримировали в одном месте, а Юру в другом. Потому что там очень много людей в этом задействованы. Да-да-да, в отдельном заточении каком-то. Вот, и там, ну, короче, ну, ребят. И он стоял четыре часа, и они как-то... Да, и стоял, и сидел, в общем, героически. Садисты нельзя. Представляете, как ему было хорошо, что он даже не пришел сегодня. Но, но, прикол, я думаю, что он просто лежит за все это время отстоящее. Но прикол в том, что, ну, это реально было странно. В какой-то момент мы с Дашей проходим, и оттуда просто играть. Дай, мы нафига, дай, мы нафига, дай. Вот так вот. И он стоит. Ну, какая-то, ну, может, не конкретно это произойдет. Это правда, они врубали лютое техно. Металл, техно, рок, ну, короче, всякую жесть. И потом, а главное, что где контрапункт находился, где парадокс. Потому что дальше вот под это все, его гримировали. А потом, а потом он выходил, и он был вот абсолютно спокойно. Абсолютно ослаблен. Да, у него же такой он, Зен, реально. Зенни. Да, но он мне объяснил, почему он так. Ну, все думают, что это какая-то придуманная роль. Но он потом, а я думал, что это придумал он. Он говорит, что это придумал я. Но я понял, в чем дело-то. Он просто говорит, а я ничего. Он говорит, мне все это наклеили. Он говорит, я ничего не могу делать. Он говорит, у меня брови не двигаются. Ничего не двигается. Я могу только стоять. Я стою. Он говорит, вот и все. Потом там Саша напротив стоит, ржет все время над ним. Он говорит, все, я выбрал свой путь. И сыграл. А что вы с лицом Саши делали, что он в фильме как, я не знаю, то ли переваренная свекла, то ли как баклажан. Что вообще у него такое происходило? Почему мы выбрали вот такой путь? Спасибо за комплимент. Это первое. Это твой герой, не ты. Ты солнышко. Ну, на самом деле, ему просто не запрещали Кока-Колу. Кока-Колу. Все сладости мира. Да, да, и поэтому растолстел. Нет, там дело не в... Спасибо, Даша. Даша, тебе вопрос сразу же вот так вот. Не профи. Смотрите, я честно скажу, это просто синие шрамы, поскольку у Визличка синяя кровь. Синие шрамы на фоне синих шрамов. Есть такое понятие цветовой контраст. Кожа кажется краснее. И мы, конечно, на цветокоррекции, Сань, чуть-чуть красили, добавляли. Не, ну, конечно. Мы долго с Сашей обсуждали, как должно выглядеть лицо. Почему болельщик Спартака красно-синий должен ходить? Да. Да. Готовленная была сейчас. Эти тонкости вообще мне непонятны. Да, ничего страшного. Я сейчас, возможно, даже всем, не по фильму вопрос. Какое кольцо Саша Петров подарил жене Вике, когда делал ей предложение? А при чем ты? А, я... А при чем? Бриллианты. Блин, там у филлянта. Нет, не по фильму. Вот я спрашиваю вас. Потому что это он... Красивая. Жена дорогая, я тебя очень люблю. Передаю тебе. Это он рассказал здесь, как он сделал предложение. Он взял кольцо. Какие у вас варианты? Саша, не подсказывай. От бутылки? От бутылки? Нет. Посмотрите на Сашу. Где Саша и где бутылка? Он же случайно сделал кольцо кольцо своей прабабушки? Какие вы романтики. Все, значит, случайно. Ну нет, не случайно, а неожиданно. Неожиданно. Вот, правильно я сказал? Правильно. Вот сейчас хорошо. Неожиданно. Можно было, знаете, как сделать? Взять веточку, скрутить. Молодец. Здраво. Абсолютно верно. Браво. Веточку. Подождите, а приз будет в студию? А как? Ну я сейчас в как-то поле чудеса угадала. Чуть позже. Автомобиль! Курьер с призом подъезжает. Да, Вика права. Угадала, да? Так, смотрите, мы уже так много говорим про то, как кто выглядел. Я хочу прямо сейчас неожиданно наше интервью прервать кусочком, фрагментом трейлера. Давайте посмотрим. Ну сейчас моей свадьбы. Не беси меня, Герасим. Пошел ты. Герасим, это я. Коля Герасимов. И как только я решил выяснить наше отношение с Алтухиной, ее парень Витька решил выяснить отношение со мной. Да не надо, башни! А ну прекратили! Оба! На самом деле, в ближайшем будущем произойдет столько всего, что мне будет тупо не до нее. Это может показаться странным, но помнишь ту гравитационную фигню в школе? Это был Космион. Из-за него я теперь могу прыгать на сто лет в будущее и обратно. Космион снова здесь. В этой системе. Он положит вселенную к нашим ногам. Давай он положит вселенную к моим ногам. Ты сильный. без уважения к тому, что он тебя выбрал, ты умрешь быстро. Прости, Кудрявый. Ты кто такая? Она привела из школы мужчину. Какого мужчины? Согласно моим данным, ему 117 лет. Очень приятно. Я Коля. Мне нужен только один мальчик. Вот этот. Какая встреча. Может, уложим детей спать и... Так мне тоже нравится. Друзья, вы не поверите. С первого апреля на Одноклассниках появился новый раздел Мастер-классы в сервисе Увлечения. Я предлагаю вам спецрубрику. Сейчас крупно покажут. Крупно. Стоп-кадр. А вам нужно догадаться на какую тему этот мастер-класс. Внимание. Че? Куда смотреть? Вот. Итак, есть какие-то предположения на какую тему этот мастер-класс? Дайвинг. Синхронное плавание. Нормально. Йога. Варианты. Да у меня... Дыхательное упражнение для энергетического заряда. Может быть. Или как правильно играть с кошкой. Ну... Первый вариант. Я за кошку. Вы за кошку. Мне кажется, это кошка. Тоже мне хотелось бы за кошку. Но это дыхательное упражнение для энергетического заряда. Смотрите мастер-классы по самым разным темам в разделе увлечения на одноклассниках. ОК представляет. Мастер-класс. В сервисе увлечения вы найдете мастер-классы от экспертов ОК. Пошаговые видео и полезные материалы. Общайтесь в чате с экспертом и другими пользователями. Смотрите мастер-классы по самым разным темам. Бесплатно. Прокачайте свое хобби на ОК точка ру. Мне дали в монтажке посмотреть фильм. Я сразу же после фильма нашел в соцсетях Дашу, написал ей поздравляю и добавь меня в друзьях. Вангую, нет, вангую, ну или предсказываю, что в ближайшее время из всех магазинов пропадет розовая краска для волос. Да. Потому что сейчас будет огромное количество девочек, которые будут говорить своим родителям вот для тебя, что самое сложное было? А, что я ответила? Ага. А, нет. Действительно, так далеко зайдет Эмсел. Ага. Вот весь наш разговор. Даш, что было самое сложное? Трюки, работа с суперзвездами российского кино, ощущение, что ты снимаешься в дорогущем блокбастере, или вообще приезжать, или есть тосты с авокадо. Что вот из этого всего для тебя было самым сложным? Ну, наверное, поверить и принять то, что я играю Алису Селезневу. Вот. Как ты это проходила? Проходила? В себе. У Саши все время спрашивала, а Саша говорил, поверь. И верила. Постепенно. Почему волосы стали розовыми? Как-то изначально было это отрисовано? Длинный сейчас какой-то ответ будет подготовки образа. Очень долго искали образ Алисы. Я не хотел красное платье, но я хотел, чтобы было красное что-то. Красное. Поэтому розовое. Перетонировалось в волосы, не понравилось красное, перетонировалось в рыжее, потом в розовое, какими-то оттенками. Потом в голубое. Пробовали все. Мы пробовали миллион причесок, и вот как-то... Но началось с того, что я хотел как бы канонический красный цвет, типа Алисин, но не в платье, а в образе. Ну и плюс, чего скрывать, я очень... Когда мы писали сценарий, все-таки сценарий про молодых ребят, они очень любят аниме, они все смотрят аниме, я все время советы со своими детьми, они все в этой культуре аниме живут, и это довольно такая анимешная штука. Ну как-то это со всех сторон, короче, пришло, вот. А Дашу нужно было просто убедить в том, что ей это идет, поскольку она сомневающийся в себе человек. Вот, она все время спрашивала у меня, нормально? Я говорю, а, господи, да посмотри, какой портрет. Я говорю, она нравится, портрет нравится. Я говорю, ну на одном портрете ты далеко не уедешь. Давай-ка играть. И мы шли играть. Хорошо, а кто был главным, заводил, и как было правильно сказано, снимались молодые люди в фильме, но кто главным был, душой компании, вот это все... Какие сомнения? Ну да, то есть ответ, конечно. Давайте будем кровенно честны. А когда души не было в кадре, кто был... Перестанем стесняться этого. Когда его не было в кадре, мы о нем думали. Носили портрет. Как бы отреагировал сейчас Саша? Какие-то такие вот. Дубли писали ему какие-то сообщения. Хочу с вами, раз вы такие смешные балагуры, давайте сыграем. У нас есть планшет, на который вы будете записывать свои варианты ответов на вопросы, которые как можно услышать в интервью, так и достаточно странно услышать в интервью, когда вы приходите на любое... к любому СМИ. Так. Только показывать нельзя. Меня не предупредили, что будут игры. Предупреждаем. Достаточно времени подготовить. Я могу уйти. Уже нет. Я боюсь. Уже нет ваш... Так, а что? Ваш автомобиль эвакуировался. Мне только дали. Значит, смотрите, начнем с вас. Вам нужно написать и скрыть. Ребята, не подглядывайте. Как это сделать? Подглядываем. То есть скрыть. Вот туда. Туда. Да, ну вот как... Вам отвернуться? Как говорили в школе, скрысить ответ. Я, короче, под листком пишу. Скрысить, это украсть. Ну, иногда прикрыть. У них в школе говорили скрысить. Да? Да. А, у нас разные школы. Да, а у нас... Да. Мы говорили по-другому. Ладно, отворачиваемся. Отворачивайтесь. Не подглядывайте. Нет. Я вот сейчас задаю вопрос. Да. Александр, если бы ты был капитаном пиратского судна, как бы назывался твой корабль? Я должен написать, они будут угадывать, да? У. 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 А. Пойди. О-о-о-о. О-о-о, я знаю ответ. Ты записывай, а все остальные сейчас будут предлагать. Я... У меня есть... Версия? Версия. Сейчас, у нас... Подожди. Саша. Потерпи. Сейчас, секунду, я пишу. Давай, Сашка, твой вариант. Вика, не подожди. Я не вижу. Подождите. Ну, подождите, Саша, вариант. Я же должен... Смотрите, я... Подсказки должны быть. Вот у Саши есть первый вариант, а потом можно сказать тепло, горячо, холодно или как. Саш, пожалуйста, поворачивайся. Я, да? Да. Виктория. СМЕХАЕТСЯ Неплохо. То есть ты меня сейчас так подставил. СМЕХАЕТСЯ У меня тоже есть. Я должен был, конечно, назвать его Виктория. Я говорю да или нет? Ну, пожалуйста, да. Нет. СМЕХАЕТСЯ Подожди, подожди, а ты скажи, это холодно или горячо? Это очень холодно. А, да? Смотрите, я могу подсказку дать? Да, дай, дай. Это не обязательно существительное. Это может быть... Ну, Виктория, это не существительное. Я понимаю. Это имя собственное, которое переводится как победа. Да. Вот. Я имею в виду, что это может быть и прилагательное. А, какой? Просто прилагательное. Даша. Путешествие, Дарк и Маша. Ребята, проще. Прилагательное. Все гораздо проще. Прилагательное. Так. Путешествие, ну... Прилагательное. Я не видел. Я не видел. Дарк и Маша. Можно будет высокобюджетный? Ну, это неправильный ответ. Но это... Прилагательное. Это прилагательное. Да, вы угадали. Это прилагательное. Ну, у меня три по-русскому. Да, я могу... На этом уровне могу еще соображать. Так. Осталось Марк и Вика. У меня вообще... Прилагательное. Какой может быть корабль пиратский? Ну, ребята. Удивительно, если он будет просто называться пиратский. Да нет, они все знают. Исельчак У. Это неприлагательное. Везелый. Нет. Трусный. Не угадали. Молодой. Оказывайте. Ну, что это такое? У меня только почерк не очень, поэтому... Нормально. Он назывался бы, ребята. Как? Фундаментальный. Блин. А это какая-то... Какой-то кей-ворлд-куль. Это да. Просто когда Саша... Саша всегда говорил, это фундаментально. Когда Саша говорил после дубля, что это фундаментально, это означало, что это классно, это снято, это хорошо. Но он так говорил. Когда он так не говорил, то значит, мы еще не дошли до уровня фундаментального. Отлично. Саша, тогда тебе. Тебе планшет прячется ото всех. Вопрос простенький. Вид какого живого существа ты бы хотел, чтобы назвали в твою честь? Живого существа? Да. Ну, то есть, например, летучая мышь. Саша. Саша Петров. Живого существа. Ой, у нас была мышь. Ой, я даже не знаю. Да, Лариса Миталовна. Крыса была. Крыски были на плащах. Сейчас. Ладно. Ларистоарх и Ларис. Ладно. Крыс паука. А, живого, ныне живущего? Ну, мы конкретного не будем изучаться и проверять. Из Азоя откуда-нибудь. А что за крысы были на площадке? Мне кажется, это супер. Лариса и Аристарх. Лариса Михайловна и Аристарх Петрович. Да, да, да. Были какие-то народные крысы. Коты, коты еще были. Еще рыжие коты. Еще рыжие коты. Варианты, поехали. Варианты, поехали. Виктория, как вы думаете, какое животное существо? Виктория Евгеньевна. Ну, кота. Ну, нет. Даша. Козел. Ну, конечно, нет. Марк. Собака? Нет. Александр. Гиена? Нет. Да е-мое. Я, можно я положить? Слон. Нет. А кто? Гепард. Ну, ребят, по-моему, все реально очевидно и просто. Пожалуйста. Я не вижу. Динозавр, Саша. Так. Ну, ребят. Ну, тут, наверное, сейчас будет очевидный, наверное, ответ. Хотя. Все-таки вскроете, потому что мы первый раз, да, друг с другом общаемся. Я вообще не знаю, кто вы. Мы даже не знакомы. Отдайте мне показать. Я даже, в принципе, не помню. Не смотрим на Вику. Да никто не смотрит. Давайте. Вы отвечаете. Давайте. Подожди. А вот давай. Вот такой загадка из журнала «Лиза». Если бы ты была пирогом, то с какой начинкой? Вишневой надо. Секунду, секунду, секунду. Секунду. Даша, с каким известным человеком хотела бы сделать совместное фото? Можно задать вопрос Саше Петрова? Из ныне живущих? Из ныне живущих? Желательно, да. Есть пять минут подумать. Времени вагон. Метро работает до часу. Тоже заготовочка такая, которая, ну... Кость, ну... Откуда заготовка? Послушай, ты когда приходишь на концерт Агутина, все песни старые. В основном. Но поются по-разному. Ну, это тоже я произношу по-разному. Метро работает до часу. Метро работает до час. Сейчас уже три раза. А это какая-то все-таки продукт метаполитена московского сейчас? Нет, ни капли. Окей. Даш! Ну что? У меня только плохие люди приходят в голову. Плохие? Ну, такие, да. Даш, ты пока думай, как у тебя придет осознание. Давай, Даш, команду. Надо как-то проще, Даш. Ну, чтобы мы все знали этого человека, потому что вот Саш сказал прилагатель. Да вы-то его знаете, но я его дочеркнула уже. Подождите, давайте пока... А все-таки я оставила шуточку еще одну, да? Оставим Дашу пока, пусть она дула. Я люблю твои шутки. А ко всем остальным вопросам. Ты единственный, кто смеется над моими шутками. Мы сидим рядом просто. Вика, вы в том числе пересекались на съемочной площадке и в сценарии с какими-то вещами, которые будут только через сто лет. Вот какие бы вы сейчас уже взяли, ну, к себе там, домой где-то... Ой, я бы взяла бы этого. Вот из придумала. Вертера. Вертера. С голосом Федора Сергеевича Бондарчука. Вообще, это просто... Ну, подарок. А вы взяли Бондарчука или робота, я хочу дальше уточнять? Ну, давайте, нет, с Бондарчуком нет. Хорошо, вот этот робот, в принципе, у нас уже есть там голосовые какие-то... Работенка бы вот этого взяла, который бы летал бы. Ну, чтобы он летал за мной, конечно. Конечно, и все рассказывал. Все рассказывал. Сидит, значит, на 10-м ряду Виктория Исакова. А здесь работеночек такой. Здесь работеночек, классно. Я что-то не поняла, и я говорю там... Текст накидывает. Это было бы замечательно. Или там я что-то не поняла, он говорит, сейчас я вам объясню, смотрите. Ой, как здорово. Возможно, были какие-то во время проработки сценария какие-то вот идеи, которые на уровне 100 лет вперед, как будто бы уже существовали, но от них пришлось отказаться. Такие несбывшиеся мечты и фантасты. Ну, наш с тобой романтический. Нет, сейчас очень много всего было ограничивать только бюджет. И будет еще много всего. Ограничивать. Ограничивать всегда. Нет, ну, очень много. Была... Ну, разные были истории. Космический курьер остался. И разрабатывал... И была линия целая с человеком-газом, который приударяет за Алисой в будущем. Вот. Ему надо уезжать. Он по обмену. Он заканчивает школу. Он газ. И непонятно, как с этим быть. И ей его жалко. Простите, человек газ... Это не имя. Это не Олег газ. Нет, это он сидит там в классе. Олег газ. Он просто в костюме надутом, чтобы он... Шутка моя не прошла, но ладно. Я бы смеялась. Ты бы смеялась, да? Я бы смеялась. Ну, да. Ну, хорошая же шутка. Да хорошая, хорошая. Ну, будем ждать. Любовная линия. Не, не было ее. Саша пошутил про нехватку любовной линии между весельчаком У... Смотрите, во что... Что только не делают артисты, чтобы мотивировать себя играть... Любовной линией? Нет, играть вообще в кино. И на что не пойдет только режиссер, и что он только не поддержит, лишь бы они входили в кадр. Поэтому, да, мне пришлось играть в игру, что у них там такая линия. Но они же... Я думал, что они понимают, что... Что это отрежется все. Да, чтобы мы как бы пошутили. Нам не надо было ждать 100 лет, чтобы Даша написала свой вариант, с кем бы она сфотографировалась. Вариант готов. Ты поглядывал? Да, конечно, поглядывал, блин. Александр, какой у вас вариант? Даша, только вопрос. Ты с ним не фотографировалась еще? Никогда в жизни. И у тебя нет шанса? Определенно. Нет шанса. И ты не будешь с ним фотографировать? Хочешь. Или если там, учитывая фильм, который недавно вышел, у одного режиссера... Если только... Да. Если только... Даша попадет в ад? Ну, нет. Никита Калагаривый. Все, передача можно заканчивать. До свидания. Я очень хочу узнать, кого ты написала. Ну? Очень известный человек. Очень известный. Очень известный. А наводящие вопросы можно задать? Да, да. Ну, давай. Политик? Таки да. Ленин? Ну, нет. Он жив, мертв? Ну, это как еще посмотреть? Ну и... Блин! Я вообще не понимаю, что это. С физиологии. С физиологической точки зрения. Дышит он в данный момент, пульсирует, отвечает, когда ему произносишь имя. Сердце бьется. А это не слишком ли много подсказок? Очень. Это Виктор Цой? Даже рядом не стоял. А у меня я уже... То есть шутка... Это считается, да? Я уже пошутил про... Да. Уже... Да, мы ведем статистику, после опубликуем ее в «Комсомольской правде». На последней странице, там вот под анекдотами. Она еще существует? Специально для вас. Ваш приз, Виктория. Свежий выпуск с вами на обложке. Давайте втайне просто оставим, кто это. Давайте. Пускай они гадают. Реально, реально. Друзья, давайте так. Пишите комментарии. Через неделю мы выложим правильный ответ. Ой, как здорово. Реально такая вот функция? А ты нам потом скажешь, да? Да, есть отложенный... Пишите, пишите прямо Даши. Отложенный позор. Пишите Даши. Директ. Лучше на номер телефона. Давайте опубликуем. Плюс семь. Напиши номер свой. Дальше, как у всех. Это не нужно. Я один раз попробовал. Дорогие друзья, вы не поверите, но каждый выпуск мы разыгрываем одну книгу, которую сюда приносит один из наших героев. И сегодня это Саша Петров. Так вот, кто угадает, что это за книга, получит ее. Вперед, дерзайте. Нужно быть самым первым, правильно ответившим в комментариях. А наводящие вопросы-то будут? Я могу, я просто знаю. А ты знаешь, что ли? Какая? Не знаешь. Что? Сборник стихов. Ребята, пишите свои комментарии. Желаю вам... Твоя книга? А, не моя. Я ее писал. Это не твоя, да. Ты ее принес. Виктория Евгеньевна. Это вообще какие-то новости. Марк, возьми, пожалуйста. Только не открывай там, где Даша написала. Дашку можно? С кем она хотела бы сфоткаться. Дашка пока рисует. Автопортрет Дашка пока рисует. А у нас есть еще в комнате с детскими аниматорами разукрашки. Я только разорвала на тельце. Я цель, я цель. Весите фломастеры. Давай ты мне, ты мне вот, знаешь, что сделаешь? Напишешь. Так, ну, погнали. Какую? Очень ответственно. Татуировку я ее. Ты бы себе сделал. Я знаю. А, мне надо написать. Можешь нарисовать. У меня готов досрочный ответ. Пиши потом. И он правильный. И он угадал. Нарисуй. Нарисуй. Ну, не нарисуй, можешь написать, но дорисовать долго. Сейчас. Есть варианты? У меня есть. Андрюченко. Просто он что-то был? Андрюченко. Меня бы, да? Да, вот так вот у него здесь написано. Андрюченко. А для чего? Вот, например, футболисты делают, чтобы целовать, потом в момент забитого гола. Целовать, он будет перед кадром делать. Перед каждым кадром. Да, просто. Пошел сниматься. Причем в фильме. Саш. На счастье. Да. Какие варианты? Мне кажется, на груди Даши Верещагина у него будет. А что, Вика не угадала? Я не понял. Пока нет. Мы сейчас собираем варианты. А что ты сказала? Даш. И вот так вот будешь перед каждым кадром. А я думаю, что Даша, Даша, Даша. Хорошая была бы история, да? Тоже хорошая, но не совсем. А еще какой есть? И Даша? Да блин, ну конечно, Даша! Ура! Нет, но там у меня чуть-чуть есть вот такой. Ой, ё-моё, ой, ё-моё. Погодите, сейчас. Ай, ё-моё, ой. Ты в детской передаче. А где моя? Погодите. Успокойся, детское кино у нас. Что ты знаешь, наё там? Нет, да там просто я... Там, пострадал. Погодай, вот. Там, короче, просто Даша имя, а буква А, типа, в кружочке, как анархия. Это не покажет. Всё. Подожди, дай я посмотрю. Там еще зашито. Что зашито там? Ну, значок анархия. А, вот. Можно посмотреть? Что вы несете? Ну, я думаю, что надо будет много тоналки замазывать для следующих ролей. Прямо вот здесь вот. Очень красиво. Да. Мы поддерживаем, согласитесь. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы же знаете, что вот когда записывался тот самый фильм в 1984 году, многие советские дети оставляли послание будущим пионерам, комсомольцам, октябрятам. А почему бы нам не отправить послание на сто лет вперед? Молодежи. Я хочу попросить вынести сюда карточки, пожалуйста. У каждого из вас есть небольшое вступление, начало. Александр, вы как режиссер начинаете. Далее. Я номер один, да? С номера один мы начинаем. Да. Вы номер один. Пожалуйста. И что надо сделать? Надо вставить... Надо вставить слова, видимо, как задание на импровизацию. Но это только Саша сможет сделать. Безусловно. Я уверен, что... Александр, вы тоже справитесь. Вперед! Дорогие потомки! Сегодня премьера нашего фильма. Блин, через сто лет. Интересно, как в будущем ходят в кинотеатры? Уверен, вы не берете в зал попкорн с газировкой, а едите генно-модифицированную... Ты должен был придумать. Зубную пасту. Хорош. И пьете из тюбиков ее же. Это конец речи. Это... Нет, это не кори... Виктория. Виктория. Я вообще просто не понимаю эти слова даже. У меня даже знакомых слов тут нет. Наверное... Куда я смотрю? Туда. Куда хочешь. Наверное, в 2124-м уже непопулярны короткие видео про скуфов. Не знаю, кто это такие. Скуфы. Ну ладно. Скуфы. Ну что это? Скуфы. Скуфы. И как волк... И как волк танцует... Их... Вильникт. Это уже победа, Виктория. Ребята знают. Я че в реакции. Их... Вильникт. Специально, да, это делаете со мной? Да. У вас-то в моде видео про... Кат. Тайны... Кого? А? А? Нормально. Тайны. Тайны... Тайн. Тайны. Тайны-тайн? Да. И с участием известных роботов. Нормально? Браво. Отлично. Браво, Арк. Я аж у меня в жар бросила. Тянуть время тебе? Марк. Ты думаешь? Нет, я уже не думаю. Тогда будь. Вообще никогда не думаю. В будущем в кино ходят не только люди, но и умные роботы. Пылесосы. Хочу обратиться на вашем языке к вам. Роботы. Пылесосы. Если у нас выходит 131-я часть фильма «Сто летом вперед», то обязательно приходите к нам смотреть. Нам будет приятно. Кайф. АПЛОДИСМЕНТЫ Даша. Жизнь у вас сильно изменилась. Наверное, люди будущего совсем разучились сворачивать язык трубочкой вот так. То есть мне ничего говорить в принципе не надо. Покажи язык. Видимо, да. Умеешь? Марк. Что? Мне нужна твоя помощь. Сверни ей язык трубочкой. Смотри, смотри. Давай покажем. Что покажем? Будь моим партнером сейчас. А, давай. Партнерски. Раз, два, три. Идеальное просто партнерство. Идеальное. Ты не понял. Ты не понял. Теперь играем. Раз, два, три. Замечательный этюд. Саш. Да, блин. Твой фрагмент. Надеемся, что наш фильм будет понятен всем и даже тем, у кого три бионических миллиона. Не знаю, долго я думал. И один титановый. Видимо, тоже миллион. И один титановый. Один титановый паспорт. По-моему, откуда это взялось. Тайны подсознания. Александр, там сейчас надо собраться по команде режиссера. Да, здесь мы должны сейчас вместе. Пожалуйста. А закончим мы наше послание в будущем словами Юры Борисова, которые он без конца повторял на съемочной площадке. Все вместе. Три, четыре. Я домой. Я есть блог. Друзья мои, это был суперэфир с суперзвездами. И про суперфильм «Сто лет тому вперед». С 18 апреля во всех кинотеатрах можно увидеть этот невероятный ансамбль. Сходить всей семьей. Потом сходить еще раз, еще раз и еще раз. До выхода. Я надеюсь, следующего фильма «Сто лет или двести лет тому вперед». Я Константин Анисимов. Это «Ок на связи». Увидимся на следующей неделе. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok